Приветствую вас. В первую очередь, пожалуй, хочется отметить следующий важный момент. Мне показалось, что описывая свою ситуацию, которая с вами произошла, вы по моим, по крайней мере, ощущениям, как будто вы заранее отвергаете все возможные варианты ее решения. Я, конечно, могу ошибаться и, конечно, я могу в данном случае быть неправ. Но мне показалось, исходя из вашего сообщения, что вы как-то вот отвергаете, как будто бы заранее, все возможные варианты решения данной проблемы. Потому что, например, вы говорите, что работали со психологом. Вот. Вы говорите о том, что работали со специалистом. Вот. Не совсем. В данном случае понятно, почему перестали работать. Да, почему работали только с личными границами и так далее. Вот. Дальше идем. Вы пишите про РПП, то есть расстройство пищевого поведения. И проблема РПП является, возможно, ключевой, потому что это традиционно потребность в любви, это традиционно реагирование на стресс, вот. Вот это традиционно такая вот низкая самооценка, вот обесценивание себя и так далее. Обратите внимание, вы подавляете свою злость и пытаетесь быть хорошим. То есть боитесь быть плохой. Вот. То есть вам страшно быть плохой. А если вам страшно быть плохой, то, естественно, вами будут манипулировать. Вот. Вот. Потому что достаточно просто сказать вам, что вы, вот, плохая и все. Ну, собственно, то, что и делают ваш муж и ребенок, да. То есть они, как бы, вам делают упор, акцент на то, что вы плохая. Вот. Соответственно, необходимо работать с вашей самооценкой и необходимо здесь, вот, со страхами работать. Следующее. Да, ребенок действительно хочет внимания. Это правда. То есть привлекает, ну, по каким образом он действительно привлекает к себе внимание. Потому что по-другому, как бы, ну, на него внимания не обращают. Слишком много ему позволяет, откупается от него. И так далее. И это правда. В то же время, то, что делает ребенок, делается от большой тревоги. Потому что здесь дело все в том, что у ребенка нет личных границ, а границы лично ему нужны. И человек, находящийся совсем без личных границ, постоянно будет эти границы искать. Постоянно будет их проверять. Постоянно будет пытаться их нащупать, чтобы на что-то опереть. Вседозволенность – это отнюдь не такая хорошая история, как может показать. Вседозволенность – это довольно-таки специфичное чувство. Я бы так назвал бы его. Потому что во вседозволенность – это человек. Да, он вроде бы свободен, но эта свобода напоминает как бы невесомость такую. Следующее, значит, о чем хочется сказать. Ребенок не ваш. И, соответственно, вы для него не можете быть ни плохой, ни хорошей мачехой. Вы можете быть с собой. Вы же пытаетесь подстраиваться, вы же пытаетесь как-то вот в позиции снизу здесь смотреть на него. Здесь проблема в том, что вы сами себя не цените и проблема в том, что по отношению к мужу и ребенку позиционируете себя достаточно в невыигрышной позиции по большому счету. То есть вы почему-то вот позиционируете себя как зависимый от них, вот. И терпите, в общем-то, обесценивание мужа в данном случае. То есть муж, он откровенно вот, на мой взгляд, вас обесценивает в этом смысле. Он откровенно не прислушивается к вам, он откровенно пренебрегает тем, что происходит. Я имею в виду с вами. И важно понимать, что отношения с ребенком – это производные отношения между взрослыми. Нельзя выстроить адекватные отношения с ребенком, если нет адекватных отношений между взрослыми. Поэтому ваша задача в первую очередь – наладить отношения с мужем и заявить о своих личных границах. Именно мужу в первую очередь, а не ребенку. Вот. Потому что ребенок, он все равно, так или иначе, да, он, ну, он, ну, что называется, смотреть, в этом смысле, будет все равно на соеваться. Потому что он не будет в этом смысле смотреть на вас. Вот. Потому что, ну, как бы авторитетом для него все равно, так или иначе является его отец. А не вы. Вот. И начинать, соответственно, нужно, пожалуй, именно с этого. Следующий важный момент. Совет психолог вам не даст, потому что психологи не дают совет, это очень важно понимать. А успокоение не, ну, не принесет пользу в полный мир. Поэтому мой вопрос вам, да, вот вы говорите, что с личными границами работают, но они работают через раз. Я думаю, это связано с тем, что вы не прижимаете эту личную границу, а просто делаете вот в какой-то степени по, знаете, ну, механическо. Это делается механически. Вот. И, на мой взгляд, именно по этой причине личные границы не работают через раз. То есть, есть такое вот разделение личных границ на социальные и витуальные. Социальные и личные границы – это когда я выстраиваю их, ну, через контроль. Социальные и личные границы, которые я выстраиваю непосредственно через собственное проживание этого. Понимаете? И мне кажется, что если ваши границы не работают, это значит, что вы выстраиваете их вот исключительно в социальном контексте. То есть, если вы тратите время на то, чтобы эти личные границы выстроить, вы пытаетесь их выстроить, но вы в них не присутствуете. И вот это является проблемой. То есть, проблемой, повторюсь, является то, как вы выстраиваете свои личные границы. Вот. Выстраивать личные границы можно по-разному. И если у вас вот не получается, да, если вы вот не можете, если вы вот чувствуете, да, что они там, ну, работают, вот, как вы говорите, через раз. Вот. Значит, вы выстраиваете личные границы искусственно. И, соответственно, наша задача на данном случае научить вас выстраивать их не искусственно. Вот. Значит, я на всякий случай повторюсь, что не имеет смысла выстраивать отношения с ребенком до тех пор, пока вы не выстраиваете адекватные отношения с его отцом. Вот. Это важно. Потому что он, в смысле, ребенок, так или иначе будет смотреть на отца. Он будет смотреть на отца. Не на вас. На отца. Он для него приоритет. Не вы. Поэтому очень важно, чтобы вы правильно расставили приоритет. Дальше. Вопрос, который является, на мой взгляд, очень важным, это то, как вы о себе заботитесь. То, что вы для себя делаете. Вот. То есть вы вот хотите, чтобы вас уважали, вы хотите, чтобы вас сын, я прекрасно это понимаю. Но, как вы учите окружающих вас людей, в том числе вот мужа, в том числе его сына, как вы учите к себе нашит. То есть, как вы показываете, что вас нужно уважать, как вы показываете, что вас нужно ценить, как все это вы делаете. Вот это вопрос. На который вам нужно ответить. Себе. Самой. Да? Вот. Дальше. Необходимо освоить навыки конструктивного общения, активное слушание и ее сообщение. Этому можно научиться у психолога. То есть психолог вас научит этому. И таким образом обсуждать важные вещи. Вот. Которые вас волнуют. Вес, опасения там, ссоры, конфликты и так далее. Вот. То есть, чтобы вы могли, например, с мужем обсуждать важные темы, да, не вызывая у него. Желание защищать ребенку, например. Вот. Необходимо освоить эти навыки. Психолог вам поможет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь и последний вопрос, который хочу вам задать. Вы пишите, что тратите много эмоциональных сил. Да. На борьбу. А вот с чем конкретно вы боретесь? Вот задайте себе вопрос. Всем в себе вы боретесь. Удачи вам. Удачи. 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 Удачи.